Всем привет! Вы с Олегом Соскиным на Большом канале. Сегодня 01.11.2023. Итак, начался ноябрь, предпоследний месяц 2023 года. Такая луна стояла, да? Может смотрели, такая желтая в таком орёле стоит, как все последние дни. И вот если там посмотрите, там разных интересных, тех, кто занимаются астрофизикой, астрологией, ну, на научном уровне. Тут сейчас много появилось всяких таких шпаны всякой, которая тоже претендует, что она там что-то понимает в астрологии, в звёздах и прочем. Вот Андреева посмотрите, я считаю, что это очень интересный товарищ. Ну, есть и другие, конечно. Понятно, так сказать, надо всегда брать этот фильтр ставить. Ничего нельзя за аксиому принимать и никого на сегодняшний день. В этой связи хотел бы как раз сделать такой небольшой анализ, Исходя из последнего заявления от первого числа, первого листопада, о девятой ранку Зеленский выступил. «Межи Евросоюза будут межами континенту Европы и жоднои сирой зоны». Наши, наши, наших бьют, а как ты определил, что наших бьют, не наших, где наши, где не наши, это как у этого Мураева партия была наша, да? Так и у Зеленского, оказывается, наше политичное поколение. А что он взял, что оно наше политично, не их или ещё, или не наше? «Сдатно це забезпечити». Да ви что? Неужели, Зеленский? И я впевнений, я впевнений, то есть он что, впевнений, да? В нём есть впевнений, уверенный, да? Он уверен. Мы не прогавим, а такий особливый момент. Да ты что, Зеленский? Евросоюз потребен Европе, это ж почему он ей потребен, я совсем так не считаю, например. «Ихай», «Хай», сейчас одного нашли там парня, он написал у себя там на странице, он депутат Баварии, это альтернатива для Германии, там у него «Хай» идёт, а потом идёт второе слово. «Ихай», «Украинский оптимизм», ну Зеленский по-другому пишет, «Украинский оптимизм, ещё до ЕС». А какой ещё есть? Есть, наверное, израильский оптимизм или чей ещё есть? Российский оптимизм, молдовский, грузинский оптимизм, чей ещё? Болгарский оптимизм и румынский, зеленский. Уже лет 20 у них оптимизм, никак Шенген не получат. «Щё до ЕС», а у Турции вообще оптимизма уже не осталось у Эрдогана, 40 лет у него был турецкий оптимизм, «Щё до ЕС» слугуя стабильнейшему майбутнему для всей Европы. Стабильнейшему, то есть это значит ещё большему загниванию Зеленский или как? «Робимо всё, всё робимо». Что вы можете показать по делу Щукина? Всё. Говорит, у него костюмчик, говорит, жмёт мне. Говорит, да не жмёт, хорошо сидит, просто прищепку неправильно, говорит, вам тут присоединили. Щоб цього року досягти политичного решения щодо членства Украины в Евросоюзе. Зеленский так уже ж досяг политичного решения про НАТО. Уже ж НАТО вступил в этом самом Вильнюсе Зеленский. Ну что ж ты, понимаете, вот это такая интересная у нас ситуация. Это азартный, помните, Бех был, да, такой фильм? Говорит, один всё проиграл, проиграл. Он говорит, ох, азартный ты промоша, ох и азартный. Вот Зеленский, он тоже очень азартный. Ему надо с Ульки с вами поспелкуваться. Есть такая легенда, что они, так сказать, полюбляют во всякие такие азартные мероприятия, так принимать участие. Они бы тебе рассказали, как это всё происходит. Давайте проанализируем с вами его высказывания. Они очень опасны, но последние все социсследования показывают, что идёт очень серьёзное, пока не тотальное, к сожалению, разочарование в деятельности Зеленского. Люди ещё продолжают ему верить. Уже правительству не верят, уже Верховному Совету, слава Богу, уже не верят. Потому что такого разложения, как нынешний Верховный Совет, я ещё за последние 30 лет не видел, конечно. А Зеленскому ещё верят, очень много ещё верят. Хотя падает уже количество его сторонников, но медленно, очень медленно. Я думаю, к зиме будет быстрее падать. Где-то сейчас ноябрь будет холодный, декабрь, январь лютый будет, сичень. Сичень, грудень, это листопад, это всё падает, 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 экономика падает, бомби падают, шахиды падают, всё падает. Листопад, листопад, да, украинской мовы. А далее будет грудень. Грудень, это ещё не сниг, но уже такий мороз начинается, и земля замерзает, перетворивается в такую, вона уже, там, где была жижа, там, где были, скажем, ещё такие мягкие земельные средства, а потом воно уже перетворивается в твердое, да, меняется. Бифуркация происходит этого состояния. Вот. И что надо сказать в данном случае, обязательно нам, что, вот, январь, сичень будет, сичень, а потом лютый. Ну, много людей не доживёт до березня, но березнь тоже голодный. В березне очень часто бывает, когда сичень и лютый тяжёлый, тогда люди начинают кору снимать с деревьев и есть. Вот, не доводите себя до этого, абсолютно. Потому что вот эти высказывания Зеленского, они совершенно, ну, есть такая дефиниция, категория безумия называется. Вот игроки азартные, которые играют в эти игры, они впадают в азарт страшный, и они всё время, особенно вот когда кровавая рулетка, они ставят человеческие жизни безудержно, им говорят, у вас ничего не получится, вы уже, вы уже всё проиграли. Он говорит, да нет, мне же всегда фартило, у меня всегда драйв, я всегда выигрывал, я всегда был первым, я сейчас тоже выиграю, мне ещё надо поставить. А что вы можете поставить? Всё могу поставить. Ну, вот, жену можете поставить, детей своих, может, поставите. Нет, говорит, у меня есть народ Украины, я лучше мужиков украинских поставлю, женщин, детей их поставлю. Своих не буду ставить, свои, мне говорит, самому пригодятся. И вот это он начинает вот эти вот фантазии из себя продуцировать, что будет, ну вот вдумайтесь, да, фразочка такая, ну просто фантастическая фраза, я ее даже ни у кого не слышал никогда за десятки лет. Межи Евросоюза будут межами континенту Европы. И жодные серые зоны. Ну разве можно так говорить? Ну вот Турция, да, она частично находится в Азии, частично в Европе. Турция вступит в европейский? Да никогда, той частью. Армения вступит? Нет, не вступит, конечно не вступит. Сербия может вступить или Косово? Нет, не вступит, абсолютно не вступит. Так а кто вступит? Вот уже получается Сирозона Зеленский, уже Сирозона. Босния и Герцоговина, сомневаюсь. Украина так вообще никогда не вступит. А есть еще Зеленский, европейская часть Российской Федерации. То есть ты предполагаешь, что ты ее тоже заберешь, да, или как? Как вот быть? Или они частично вступят? Путин одной ногой вступит в Евросоюз, а азиатской ногой не вступит в Евросоюз. Или двойник вступит в Евросоюз, а сам Путин не вступит в Евросоюз. То есть такое сложное у человека вообще как бы представление об этих всех процессах. Это видно, что это не компетентность, не подготовка, что он просто говорит. Почитайте, очень прекрасно есть поговорки про слова, про дело, да, когда человек говорит всякие вещи, но у него слово и дело расходятся, да. Вот это очень такая, как бы для Зеленского. Это дело знай, например, а правду помни. Дело знай, а попосту не бай, да. Дело, например, дело отложили, а потом забыли. Дело без ума, нищего с ума, да. Дело в деле лежит под сукном. Посмотрите, какие хорошие про Зеленского, прямо все точно. Игра игрою, а дело делом. Вот любит Зеленский поиграть, да. Дело не комар, от него не отмахнешься. То есть, дельца мало, да хлопот много. Больше дела Зеленский, меньше слов. В мелких словах и большое дело утопить Зеленский можно. Понимаете? Вот ему надо вот это, конечно, очень, и всем там его советникам, вот такие выучивать народные мысли. Дело не малина, и в зиму не опадет. Дело не богато, да сделано рогато. Вот дело мастера боится. Дело как на ладони, да. Зеленский, вот еще, про тебя прямо. Дело делай, а правды не забывай, Зеленский. То есть, то, что он говорит, это обман. Это обман. Я могу четко еще раз сказать. Ни одна посткоммунистическая страна не попала в Европейский Союз, минуя НАТО. Ни одна. Невозможно это сделать. Швеция и Финляндия, будучи нейтральными, вошли в ЕС. Но теперь они вступают в НАТО. Это объективная реальность. Даже нейтральные, да. Но Австрия остается нейтральной, член ЕС. То есть, Кипр член ЕС. Ну, Ирландия тоже не член НАТО. Но в данном случае... А вот Исландия член НАТО, например. В данном случае, что можем говорить? Что для того, чтобы войти в Европейский Союз, надо войти в НАТО. В НАТО Украина войти не может и не войдет. Поэтому в Евросоюз тоже не войдет. И вот эти слова Зеленского, это все фантазмы. Это слова человека, который привык играть разные роли и разные шоу делать. Вот Европейский Союз потребен Европе. И хай украинский оптимизм, что до Европы слугуя стабильней, что мы и будем. Ну, Зеленский, ты бы поездил вообще немножко, посмотрел. Сейчас Евросоюз загнивает. На границах везде, в огромном объеме, той же, например, Болгарии, или Северной Македонии, или Сербии, Венгрии, например, стоят огромные, прямо километровые очереди, сотни каменов стоят, которые не могут передвигаться. Они не могут въехать ни в одну сторону, ни в другую. С одной стороны очереди, с другой стороны очереди. То есть, вся логистическая система Европы сегодня парализована. В Венгрии, например, ездить сегодня по трассам в обычные дни, в легковые машины, чрезвычайно тяжело. Почему? Потому что идут огромные камьоны. Более того, поскольку трассы были построены давно, в Венгрии одна из первых, ей Австрия помогла и другие страны строить. Когда они освободились от коммунистического ярма, то получается, они наиболее уже как бы такие амортизированные, понимаете, старые эти трассы. Так вот, там настолько плотный идет поток трафика этих здоровенных машин, что там просто ездить автомобилями, легковыми. Это уже почти как слава. Это уже скоро будет, как вот эти гонки, в которые устраивают. То есть, надо уже там будет какими-то специалистами гоночными, гонщиками быть. То есть, Европейский Союз, его бюрократическое, это сотни тысяч разных людей в бюрократии. Это Еврокомиссии, которые сидят в Брюсселе. Это Евросовет, которым шар этот командует в Страсбурге. Другие структуры, все эти комиссары. Это огромный объем бюрократии, которая в своей, она все время создает новые и новые параграфы, запреты. Запрет на запрет, борьбу с коррупцией на коррупцию. И чрезвычайно видно, даже на Болгарии, например, в примере, как Болгария постепенно затухает. То есть, фактически, она для того, чтобы войти в Шенген, ей надо затухнуть. То есть, надо прекратить развитие предпринимательства среднего класса. Потому что, как только идет средний класс, это все считается опасно. Начинают там искать, как, откуда деньги пошли, куда пришли. Это начинает контролировать, увеличивают налоги, увеличивают контроль фискальный, банковский. Все время ищут, кто там, где там, может, что-то кто-то отмыл, не отмыл. Банки присоединяются с налоговым контролем, с полицией. То есть, фактически, формируется Европейский Союз. Это уже полицейская карательная система. Это диктатура. Российская Федерация диктатура. Это там просто открытые бандиты сидят. Но они не скрывают, там сидят триллионеры. Банда когибистов-триллионеров, которая мучает 140 миллионов человек. Этим людям нравится. А Европейский Союз, это, так сказать, в мягких перчатках такая же уже диктатура, бюрократическая, которая контролируется сверху империалистическим финансовым капиталом, транснациональными компаниями. Которым очень не нравится наличие вот этих бандитских, когибистских, российских корпораций. И они теперь, благодаря войне, которая развязана в Украине, они теперь стараются уничтожить российские, когибистские, транснациональные корпорации. Это война корпораций. Корпорации Европейского Союза, корпорации Соединенных Штатов Америки, Великобритании, финансового капитала, промышленного, банковского, и когибистского, бандитского, разбойничьего, нового капитала Новориши, который прониск в западную систему. Это российский, так сказать, капитал Московии. Вот и все. В Украину считается, что можно переработать. И Зеленский сейчас эту тему разыгрывает, потому что считается, что в ноябре Украину пригласят в Европейский Союз. Зеленский, никто тебя никуда не пригласит. А даже если скажут, что начинают переговоры о членстве, так от членства реального, от заявления про переговоры до реального членства, смотри на Болгарию и Румынию. Это дистанция десятилетий Зеленский, понимаешь? Поэтому уже те, которые начинали в Болгарии и Румынии этот процесс, их уже вообще нет. А Румыния и Болгария так и пока и находятся, не вошли в Шенген. Поэтому это все называется просто фантазмы Зеленского. Фантазмы Зеленского. Реальность совсем другая, диктатура. Каждый день идут аресты, репрессии, расправы, различные суды. Полностью подчинена себе судебная ветка власти. Уже захвачена Зеленским и его корпорацией. Прокуратура полностью поставлена и другие структуры. Но это путь к гражданской войне. Это я вам точно могу сказать. Это уже было все. Будет гражданская война. Социальная гражданская война, она все ближе подходит. Потому что никаких успехов на фронте нет. Сейчас поговорим про это. Вот такой бы я вам сделал материал. То есть Зеленского сегодня новая фишка. То была у него фишка НАТО. То он брал Бахмут и еще несколько городов. То он говорил, что будем весной. Или как он рассказывал его там подопечные в Крыму. Теперь оказалось, контрольная палата выяснила, что да, при Резникове там завысили на 30% эти самые цены практически почти на всю продукцию. Массу продукции купили, которую вообще нельзя для военных использовать. Тем более на фронте. То есть надо теперь что-то с Резниковым же делать и с этим заставом, который был. Или уже списали. Так как Кирилла Тимошенко списали, Баканова списали и прочих. Друзей не трогаем, да, Зеленский? Только врагов. Дубинского, например. Ну, Коломойского, конечно, это вообще, конечно, это просто. Это катком по нему идут асфальты. Ну, это пока, это все пока. То есть сейчас он мэра Ужгорода достали. То есть идет зачистка. Нельзя сказать, что там, как говорится, святые люди. Нет. Они там, каждый из них. Ну, просто очень интересный метод их зачистки. И вместо мэра Сума уже назначил он главу военно-полевой администрации. То есть идет уничтожение самовредования. Это прямо скажем. То есть не будет самовредования. Будут просто военно-полевые администрации. Они возможны, потому что есть военное положение. А военное положение есть, потому что идет необъявленная война. А война будет идти до бесконечности, до последнего мужчины Украины. Потому что Зеленскому и его корпорации это выгодно. Вот и все. И каждый раз придумывается новая фишка. Вот теперь придумали вот эту фишку Фатамаргану. Про то, что вот надо в Европейский Союз сейчас вступать. Перед этим там Формула Мира была. Перед этим Крымская платформа. Это все называется, это все такие, знаете, это как бы специально организованные фантазии. Чтобы, это как комсомол работал. В Советском Союзе комсомол. Он всегда объявлял новые начинания. У него все время были новые начинания. И за каждое начинание давали соответствующий вымпел. Трудовой там или почетознак или еще чего. Тут Зеленский тоже сейчас так делает. Медали ордена раздает. Ну, этот Путин тоже самое делает. Это все. Диктаторы по-другому не плохо действуют. У них один только метод. Высалием Соски на моем большом канале. Вот сейчас начинается новая игра. Новая фишка. Это будут людям, так сказать, морочить голову украинцам, что идет где-то там вступление в Евросоюз. Во-первых, туда никто не вступает и не вступит в ближайшие десятилетия. Во-вторых, вступать туда и не надо, потому что Евросоюз уже фактически разваливается. Он в фазе дезорганизации находится. А в-третьих, вообще Украине надо идти совершенно другим путем. Вот такой сделал бы вам небольшой, очень элементарный анализ. Подписывайтесь на канал, чтобы уже 136 тысяч набрать. Друзьям советуйте. До новых встреч.